привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это мид evil дайности и мы с вами продолжаем начитая предыдущей серии расширение нашей деревни и так в принципе за кадром я ее уже и расширила эти домики которые мы с вами вместе наметили вот они готовы и ждут новых поселенцев но пока суть до дела поселенцев мы сейчас с вами пойдем новых искать я смотрю что у меня тут небольшой застой на полях как-то мои вот не хватает мне рабочей силы видите плохо они тут собирают капусту еще не собрали у нас осталось полтора дня ну хорошо не полтора-два дня у нас раннее утро поэтому посмотрим справиться ли они ну и насколько я знаю что два человека плохенько справляются мне приходится периодически им помогать вот ну и чтобы быстрее все наше предприятие продвигалась куры куры побежали возьмем-ка мы с вами лошадь и так лошадь 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 так передать ского стопкой как как-то было как это было сейчас я тоже буду вспоминать каким образом мы лошадь нашу седлали по моему это было так перейти к скукуну посмотреть его одежку и одеть его да по моему именно так и вот так вот все готов наш рассинант как было садиться как было садиться на лошадь и и их забыла я окончательно как ездить на лошади но ничего будем вспоминать итак мы с вами скачем гастовию кур не топчем вот почему гастовию потому что нам нужно еще нужны работники гастовия их больше всего и посмотрим у нас две девочки мы взяли в прошлой серии мы взяли продавщицу и мы взяли работницу в амбар соответственно нам нужно двое парней иначе домов мы не напасемся как выяснилось две девушки не хотят селиться в один дом вот так вот у нас такая эмансипация понимаешь ли никаких общежитий сразу говорится должно быть даже не знаю как это сказать по уставу хотела сказать но какое что то став ладно гостовия гостовия веселая страна стой росик стой 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 жди меня здесь так а мы пойдем смотреть кто у нас есть из работников так дипломатия опять же девушка парни то есть вообще в этой деревне и кто о их охотник елки нам охотник то не нужен тут с дипломатии двоечка что тебя с сельским хозяйством тоже двоечка взять себя что ли на сельское хозяйство но так честно говоря не особо хочется особо хочется и больше всего мне нужны на работники шахту а тут прям вот беда какая-то прямо беда так давай посмотрим товар не там никто не сидит сидят но не те кто нам нужен что у нас есть в товарах а смотрите-ка это у нас торговка всякими 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 интересными интересностями лунула у нас есть мешочек со специями смотрите небольшой мисочек мешочек с самыми восточными травмами и специями которые идеально подойдет тем кто хочет преуспевать в работе слушать а давайте купим я даже не знаю что я могу предложить мне собственно говоря ей продать как бы и нечего но давайте купим так серебряные серьги украшение идеально подходит для стильного человека можно покупаем денег у нас много у нас сто восемьдесят одна тысяча поэтому берем а вдруг пригодится стеклянные бусины скромное колье для тех кто любит простые вещи так и сушеный инжир господи с каких же дальних краев сюда попал инжир редкий фрукт из далекой страны которые понравятся тому кто открыт для новых впечатлений для новых впечатлений ой ля 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 берем берем до свидания интересно что-нибудь слышали ваша деревня вам туда надо пойти кому-то нужна ваша помощь да кто-то там у меня опять чего-то хотел как обычно они всегда чего-то хотят но я хочу исключительно работников ладно итак здесь у нас есть принципе ненужный нам человек поэтому да поэтому мы седлаем нашего русика и отправляемся дальше так только не топчем никого с полками до управления тут такое себе это у нас там был мостик я не знаю насколько лошадь переходит мне кажется лошадь не переходит реку можно конечно попробовать нет она плывет и мы вместе с ней не пробовала раньше потому что я боялась утопить коня ну как видите пони нас не топится нет хорошо это радует итак насколько я помню тихо 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 инерция присутствует наш 1 скачет очень быстро так 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 набор вот здесь у нас играет музыка стойкой давай смотреть кто у нас тут есть так что у нас прежде всего с мальчиками альберт ты кто ох альберт да что ж так все хотя альберт тоже он у нас и не работник и вон а травка мешает на его на не очень так а ты манфрид слушать все очень мало работников стала очень мало работников нету фактически считается что никого манфрид вообще он не наемный работник так все поехали дальше мы сейчас объедем все что только можно так бранится бараница у нас там убежали теоретически я помню что они где-то как-то вот так вот должно быть и деревья требуется топор пишет нам игра вот почему я на лошади не особо люблю ездить потому что мало видно красот он там зубр бегают но быстро так что нам сейчас не до красот нам нужны работники так что у нас с выносливость выносливость в принципе у лошади у нас немножко подкачанная способностях ты дых ты дых ты дых так все итак кто у нас здесь есть мужского полу роду племени и чтобы еще и работник был и желательно хорошие шахтер какой-нибудь есть можно конечно так нет нет сбора тебя мы явно не будем брать итак свитун у нас есть двойка у него на добычу кто у нас тут уже двойка на добычу какая-то кто идет не мир не хочется брать кого попало о подожди кто там пришла стройка на добычу далее бора до либо расстройка на добычу на крафту услуг дали бора у тебя ли борода ты вообще или подожди или я что-то путаю не да у нее все дали бора пойдешь у нас шахтеры пойдешь шахтера похоже то что я искала с удовольствием вот так вот у нас объявилась стахановка отлично увидимся там дали бора только подожди ты главное смотри куда идешь ты у нас пойдешь шахту поэтому тебе тут далеко отходить особенно не надо так домик будет у тебя вот этот нет подожди не этот и не этот а вот этот до домик который здесь назначить ой нет подожди куда это я тебя назначил это подожди 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 Что-то, по-моему... Похоже, я всю свою семью куда-то переселила. Так, секундочку. Далибора. Подробнее. Поселить. Управление назначением. К чему мой дом? Почему мой дом? Я выселила свою семью. С какого перепугу? Так, нет и нет. Мне надо... У меня же был где-то вот здесь вот домик. Разве ж я тебя... Это как-то это... Что-то непонятно. Назначить игроку. А, вот, назначить игроку. Господи, игрок это я. Вот, все. Мы в своем доме. Теперь... Мне нужен вот этот маленький дом. Вот. А то я свою семью сюда переселила. Итак, подробнее. Назначить жителя. И вот где это у нас там, Далибора-то? Вот ты туда и пойдешь. Все. Так, теперь нету дров, нету еды. Сейчас все будет. Теперь, Далибора, сейчас мы тебя назначим. Шахтера. Пацкая хижина. Не-не-не-не-нет. Подожди. Где у нас там шахта? Вот шахту. Управление назначением. Вперед. Добыча. Так. И сейчас мы сразу посмотрим нашу шахту. Так, это у нас добыча. Это шахта. Что она там производит? И как у нас там дела? Шахтер. Идет к вам шахтер на подмогу. Сейчас мы, кстати, я думаю, ей в пару тут и парня возьмем. И все. И с шахтерами у нас будет все покончено. Так. Железная руда. Да, у нас добывается по максимуму. А все остальное, так, как говорится, потихонечку. Окей. Давай, Далибор, от себя недалеко идти. Сейчас мы мимо проедем, посмотрим, как там устроилось. Так, Далиборя у нас сколько было? 28 лет. Сейчас мы посмотрим, кого мы ей в пару сюда найдем. Сейчас мы быстренько пару подыщем. Вот у нас Светун. Светун. Вроде как бы он так и ничего. Светун-то. У него тройка собирательства. А крафт на себя прокачает. 31 год. 28 и 31. Слушай, это твой последний шанс, Светун. Давай. Пойдешь? С удовольствием. Отлично, отлично. Увидимся там. Новый житель, Светун. Итак, Светун, иди-ка сюда. Сейчас мы тебя подселим. Сколько у нас населения? 52 человека. 52 человека. Так. Подробнее. Поселим мы тебя. А вот теперь давай-ка сообразим. Вот сюда вот, да? В этот маленький дом. Вот он здесь. Сюда мы тебя и поселим. Отлично. Так. И рабочее место мы тебе назначим, соответственно, тоже в шахту. Пойдешь ты у нас шахтером. Так. Нет, подожди. Да-да-да-да-да. Что такое-то? Управление назначением. Все. Шахта. Назначили Светуна. Окей. Где он? Отлично. Так. Нам осталось еще одного работника в поля. Там так. Ты не желаешь никуда наняться? Наверное, не желает. Вот. И одного продавца. То есть нам нужно двое... Двух парней еще. Чтобы, как говорится, укомплектоваться полностью. То есть одного с дипломатией, а второго с... с продвинутым сельским хозяйством. И это проблема. И это проблема. Так. Подожди, подожди. Ростик, повернись-ка. Далибор, а ты идешь вообще на работу-то? Давай-давай. Солнце еще высоко. Ну-ка, карта. Вот они, по идее, наши люди. Вот она, наша шахта. Давайте-ка мы сейчас туда с вами и рванем. Ну, можно, в принципе, и по дороге поехать. Ну, приблизительно по дороге. Так, не, смотри, идет-идет потихоньку. Ну, вот их домик тут. Тут вон уже дитё шахтерское бегает. Так, а это кто идет? А ну-ка, подожди. Ростик. Это девушка, даже если... Даже если это что-то... Кто-то из работников не особо мне нужна. Но любопытно. Людвига. Подожди, Людвига. Это наша шахтерша. А ты куда чешешь-то, Людвига? Привет, путешественник. Она мне говорит. Ты откуда это? Сачкует. Слушайте, тут я смотрю, что у меня... Подожди, Людвига. А ну-ка, давай-ка посмотрим управление. А. Мы тебя что, разжаловали? А как так? Почему мы тебя разжаловали? Шахту мы тебя хотели назначить. Управление назначением. Вот. Случайно, очевидно, я куда-то не туда... Не туда ткнула. Разворачивайся, Людвига. Разворачивайся. Кончился твой отпуск. Кончился. Так, давай пока с лошади слезли, попьем. Перекосим. Короткий был отпуск. Давай еще. Жареные рыбы мы питаемся исключительно. Потому что никто, кроме нас, ее не ест. Так. Да-да-да, лошадь. Вернее, конь. Так. Вот он, наш шахтерский поселок. Так. А нам надо вот сюда вот. Посмотреть, что у нас тут с работниками. Спру. Так, Богдан, ты, по-моему, не рабочий, да, товарищ? Да, ты местный продавец, более того. Так, смотри, два парня сидят. Два парня сидят. А ну-ка, давай смотреть. Эх. О, сельское хозяйство. Сельское хозяйство. Отлично. А ты? А ты местный, да? Так, хорошо. Памир. 23. Подожди, Памир, посиди. Давай-ка мы посмотрим, кому тебя подселить. Так, чтобы не было. У нас огромной разницы в возрасте. Из последних мы брали работника амбара. Яромира. Ух, елки, Яромире, 41 год. 28 Годзиле, наша кладовщица. Вот к ней, наверное, мы и подселим тебя. Годзимира. Так, Памир. Какое тебе интересное имя. Памир. Памир, 23. Ну, ничего страшного. Так, пойдешь в поселение? Так, отлично. Увидимся там. Подожди, Памир, не огорчайся. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет. 53 человека. 53. Как-то... Давай мы тебя поселим. Какой из... Какой из... По-моему, вот этот. Нет, подожди. Нет, подожди. То есть, я тебя как-то уже поселила, Памир? А каким образом я тебя поселила? Сейчас мы тебя назначим в амбар. И мы тебя назначим... Вот так вот на сельское хозяйство. Ремесло у него тоже неплохо, поэтому... Давай-ка мы посмотрим... Совсем понятно. Ладно, дай-ка мне эти дома. Подробнее. Их, Памир, мы поселили все-таки к этой... Ах, к старой тетке поселили. А как же так? Подожди, Памир. Давай я тебя переселю куда-нибудь в другое место. Пока не поздно. Пока не поздно. А бабульке мы... Ну, какая бабулька? 41 год. Ей мы найдем что-нибудь другое. Так, подожди-ка. Подожди, Памир. Ну, хотя строение у него так себе. Так, маленький дом. Управление назначением. Давай-ка я тебя в другой маленький дом заселю. Так, 2 из 3, вот сюда, вот. Вот, 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 вот. Назначено. Так, а вот теперь мы посмотрим на этого Памира еще раз. И узнаем, куда мы его точно подселили. Подробнее. Маленький дом. Не. Очень-очень тут это все как-то неудобно сделано. Вот. Гадзимира, кладовщица, и Памир землевладелец. Отлично. Ну, вот они споются, я так думаю. Вот. Я хотела, конечно, найти мужика, кладовщика тоже. Ну, в смысле продавца. Но, увы, увы. Пока что мы его не нашли, поэтому будем искать. Ладно. Вот. Теперь все как бы в порядке. И так. Где нам взять? Вот, кстати, тоже неплохая, да, работница с... На добычу. Дипломатия хорошая, но... Нам нужен парень с дипломатией. Да, вот так вот. Дышим. Тяжело дышим. Тяжелая работа. Работодателем. Как там было? Вот так вот. Давай, поехали в Тутке. Я там хоть и была, но теперь мы точно знаем, что нам искать. Вот, что нам нужен мужчина с... Мужчина-дипломат. Редкое явление. Дожди в березах застряли. Так, вот они, Тутки. Давай смотреть, кто у них тут есть. Если у них, по-моему, были, у них работники были. Вот парень стоит. Как у тебя с дипломатией? Двоечка. О, а у тебя троечка. Слушай, ну ты, по-моему, молодой, да? А, Игорь? Это будет моя персональная месть. Так, Игорь, сколько тебе лет? 25. Я так думаю, что дама в 41 тебе самое то. Так, подожди-ка. Дай-ка я еще раз посмотрю, что ты умеешь. Подожди, только никуда не убегай. Дипломатия у тебя, сельское хозяйство, так себе собирательство. Это, в принципе, мне особо не надо. Но знаешь что, давай, пойдешь у меня кладовщиком. Репутация тебе нужна? 12 тысяч. А у меня сколько репутация? Подожди, 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 подожди. То есть, если брать больше людей, мне нужна репутация? Так, 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 так. Городок, пища, технологии, карта, инвентарь, навыки. А сколько у меня репутация? У меня аж идеальная репутация. У меня прям просто... 12 тысяч. Ему нужна репутация. Так, Игорь, ну, значит, сиди здесь тогда. Будем знать, что у нас в Тутках есть строптивый парень. Слушай, может, все-таки пойдешь, а? Нет, 12 тысяч. Итак, вот у нас и назначилось наше... Обозначилось наше задание. Итак, поехали отсюда, Русик. Нас здесь не любят. Не хотят к нам идти кладовщиком, понимаешь ли. Я так думаю, он подозревает, что сожители ему отдают. Зрелую женщину. Ну, с другой стороны, не обязательно. Они просто будут жить вместе. Не сразу, не обязательно там жениться. Потом, что такое? Сколько там получается лет разницы? Все это ерунда. Так, Русик, мне вот одно интересно. Мы с тобой тут переплывем? Боюсь, что нет. Вот. А сейчас мы пойдем качать нашу репутацию. Каким образом? Теперь, как видите, придется выполнять задания, от которых мы так долго отказывались. Потому что тут мост так далеко. Вот. Ходить по деревням. Ой, прыгай. Коняга. Вот. Ходить по деревням, набирать задания, делать их всех. И это, честно говоря... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как долго так запыхался, да? Ну, тогда давайте качать нашу репутацию. Вот. День клонится к вечеру. Сейчас как раз наступит зима. Делать особо зимой нечего. Только собирать камни и заниматься именно всяческими заданиями. Вот. У нас еще один осенний день. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, петухи. Пошли, я тебя оставлю здесь. Вот так вот. Хм. Итак. Лошадь, давай-ка мы тебя разденем. Все, гуляй, пасись. И давай смотреть, кто что хочет. То, что хочет и... как быть с этой нашей репутацией. Итак, здесь у нас народ хочет руду. Я вот прям более чем уверена. Нет. Ага, кто-то из барышей. Из этих, да? Богна. Что тебе надо, Богна? Простите, не найдется ли у вас с собой немного шерсти? Вам нужна шерсть? Я создаю новое платье. Мне нужно еще немного. Я принесу тебе шерсть. У меня куча шерсти. У меня куча шерсти. Подожди. У меня куча шерсти? У меня должна быть куча шерсти. Маковое семя. Мех. Шерсть. Шерсть. Вот. Сколько тебе нужно шерсти, Богна? Куда она делась? Ух ты ж, елка с палками. Вот они бегают от одной скамеечки к другой. Куберт. Богна. Держи шерсть. Великолепно. Ну вот, возьмите немного монеты, шерстяную нить из той шерсти, что вы принесли мне. Спасибо, Богна. А нам при этом добавилась репутация. Так, 11750. Надо, наверное, внимательнее смотреть, что им надо. Так, вот еще у нас идет. Кто идет? Ты идешь. Тебе что-то нужно? Аральд? Аральд? Он не желает с нами разговаривать. Аральд спать отправляется. Ему уже не до разговоров с нами. Так, там еще кто-то что-то хочет. 65 метров? Кто-то где-то далеко. Товарня. Радыгунда. Что у тебя, Радыгунда, случилось? Чем тебе помочь? Мне нужна помощь сильного человека. Я заплачу за это. Радыгунда. Что за намеки? Но считайте меня заинтересованным. Мне нужно кормить мою семью, но провизия нигде нет. У меня есть деньги, но нет времени. Да не сложно. Давай. Две ягоды и пять мяса. Это будет сложно, потому что у нас нету ягод. Секундочку. Давай бегом-бегом-бегом. Если только у нас не осталось тут ягод. А то придется покупать. Так. Яйцо. Ягода пять. У-у-у. А сколько я мяса надо было? Яичница портится. Никто ничего не ест. Ну вот, слушайте, масса мяса, которая точно пропадает все. Так. Давай-ка мы посмотрим задание, да? Голодной рты. Да. 24 репутации династии. Ох, как это долго. Ладно. Радыгунде нужно мясо и нужно две ягоды и пять мяса. Все. Есть у нас все для Радыгунды. Пошли, отдадим. Это будет очень долгое зарабатывание репутации. Очень-очень долгое. А, нет, подожди, Мальвина, я не хочу смотреть на тебя поближе. Я хочу... Радыгунда, держи, кушай. Квест завершен. Нам, кстати, не мешало бы выложить все это. Так, наша деревня. У нас там парень еще в нашей деревне. Пацанчик. Но он пошел спать. Так, ладно. Раз он пошел спать, то давай-ка мы, во-первых, удалим точку. И я так думаю, что зря я расседлала своего коня. Мне придется... Проехаться, наверное, по всем этим поселениям. Корниса. И поискать задания, которые они хотят мне давать. Так, вот это тоже кто-то из наших людей. И почему-то они идут сюда. Ну-ка, давай-ка посмотрим управление. Что у нас там опять не так? землевладелец, земледелец, землевладелец. Шахтера, светуна мы взяли. Ну, пусть качается. Ладно. Далибора нормально для шахтера. Троечка. Ну, а этот пускай качается. У него не было другого. Не было. Итак. Не знаю, почему они идут. Может, они идут сюда, посидеть к огню. Они будут долго идти. Они как раз дойдут к утру и пойдут обратно. Одиннадцать тысяч семьсот семьдесят четыре. Это нам двести двадцать шесть очков репутации. Обалдеть, друзья. Обалдеть. То есть где-то десять заданий примерно нам надо сделать. Ну, если они так вот все по двадцать примерно дают. Ну, да, где-то так примерно десять заданий, чтобы поднять себе репутацию, чтобы этот Игорь, если мы его еще найдем, еще не факт, согласился прийти в нашу деревню кладовщиком. Так, кушай рыбку. Рассимир, кушай. Что делать? Такая наша жизнь. Так, друзья, ну что делать? Наверное, делать нечего. Я сейчас пойду уложу нашего парня спать. А, кстати, а здесь у нас никого нету. Мы бегаем, кого-то высматриваем. А она же тут есть. Люди. А, нет, это, подожди, это Инга. Это Бегрост. Это мой сын. И Эрвина. Это тоже моя работница. Что-то так дышишь? Так, слушай, Бедрост, Бедгост. Господи, кто же тебя так назвал? Мама, наверное. Я бы никогда в жизни тебя так не назвала. Л-ла. Так, я не знаю, ребятки, как вы. А, папа, спать. Все? Нормально? Выспались? Цянули? Интересно. Привет. Привет, пап. Наша деревня. Там нужна помощь. Все. И я знаю, что нужна помощь. Я даже знаю, кому. Подожди. Единственное, что там мальчонка. А детишки у нас немножко дольше спят, чем взрослые. Или уже проснулись? А ну-ка. Харальд. Так, Харальд, чем тебе помочь? Ваша милость, можно спросить? О, смотри-ка, как он обращаться-то стал. Ваша милость? Что случилось, сынок? Я хотел поиграть, как будто я папа, понарошку. Но у меня нет для этого взрослых вещей, как у него. Ни топора, ни молотка, ничего. И родители мне не хотят давать. Я подумал, вдруг вы сможете мне помочь. Я не смогу вам ничего дать. Но попрошу друзей замолвить за вас. Доброе слово. Так, ладно-ладно. Я принесу тебе то, что ты хочешь. Но только ты смотри, что себя руки-ноги-то не отрежь. Совсем как папа. А что ж тебе надо? Что ж тебе надо совсем как папа? О, 36 репутации. Каменный нож. Каменный нож. Каменный нож мне сделать надо, значит. Потому что у меня железный нож. Я бы тебя отдала свой. Но железный нож такая вещь, которая, как говорится, не валяется. Так, для этого мне нужно два камня. И с камнями у нас тоже, между прочим, проблема. По-моему, пять веток. Так, поганки нам тут не помогут. Или ладно, давай попробуем, посмотрим в сарае, есть ли у нас камни. На складе. И так. Что у нас с камнями? И кэ лэ. Да, с камнями у нас все плохо. А, вот, у нас есть каменный нож. Все. Держите шерсть. Держите нитку. Держите ветку. Хотя, на самом деле, если мы сейчас пойдем выполнять задание, я бы взяла шерсть. Потому что... Где у нас там эта шерсть? Иногда, иногда она нужна. Другие меня просят достать им шерсть. И, ну, может быть, можно купить или еще как-то. Так, где ты там? Детеныш, который хочет в папу поиграть с ножом. Сидит. Лучше бы костерчик разжег. Так, ну что, Харальд. Здравствуйте, ваша милость. Вы вернулись, да. Ну, помни, что я сказал. Сначала вы должны пообещать мне быть осторожным и не делать ничего опасного. Да-да, я обещаю. А можно я уже побегу играть? Ну, пожалуйста, бегите себе и помните о том, что вы говорили о своих друзьях. Да, нам добавили репутацию. Нам добавили репутацию. Нам добавили репутацию. Будем проверять каждый раз. Нашу репутацию. Так, 11800. Какого-то петуха явно придушили, судя по этому звуку. Так, отилья. Спускайся, малышка. Давай, малышка. Играйте. Играйте только осторожно с Харальдом. У него теперь есть ножик. Так. Сын мой. Привет, пап. Что скажешь? Куда мне теперь направить? Ну, все, говорит. Приходите в следующий раз. Спасибо, дорогой сын. Приходи, говорит, папа в следующий раз. Это значит, что в этой деревне у нас больше нет. О, слушай, у нас там стоит капкан на крыс. Между прочим, он уже давно стоит. И крыса там, наверное, не то, что попалась. Она уже, скорее всего, и протухла. Вот он, капкан, и вот она, крыса. Ладно, пусть лежит пугаяц с собой остальных крыс. Неповадно было. Итак, ну, чтобы нам наш сынуля не говорил, я просто уверена, что в хорнице у нас есть задание. Что от нас хотят в хорнице? Новый квест. Всего лишь в хорнице. Может, еще кого спросить? Может, кто знает? Может, не стоит мне в ту хорницу бежать? Что скажут наши кузнецы? Фердинанд, что-нибудь слышал? Хорница, вам нужно пойти туда. Там якобы кому-то нужна помощь. Как же мне в эту хорницу не хочется ехать? Вы бы только знали. Более того, ехать. Знаете, что мы сделаем? Мы сейчас возьмем нашего коня. А, нет, подожди, ты не наш конь. Вот наш конь стоит. Сейчас мы его оденем. Мы доедем до безопасной зоны, где волков нет. Вот. Так, давай, выходи. Как там тебя звать надо было, по-моему, так? Все знает, как тебя звать. Ладно, давай попробуем отсюда. Выйдем. Не задавим при этом. Ягнят. Эти-ти-ти-ти. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давай, задний ход. А, ну если ты можешь развернуться, так вообще прекрасно. Разбегайся, куры, мы поскакали. Вот, доберемся до Гастовия. Или куда-нибудь туда, вот поближе. Корнисы. Там, где волков нет. Так, стой. Карта. Таким образом. Давайте сохраним игру. На всякий случай. Мы поскакали. Еще неизвестно, что им там надо в этой хорнисе. Ой-ой-ой, тут горы, 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 горы. Олени. Насколько я помню, здесь вроде волков не было. Вот тут уже. Надо быть поосторожнее. Или прорвемся. Черт, ну ты так, конечно, скачешь. О, слушай, тут эта тележка. Что тут у нас в тележке? Слушай, серп. А ну-ка, давай-ка я сойду. Во-первых. Во-вторых, осмотрюсь. Здесь вроде как волков не должно быть пока что еще. Серп это хорошо. Хоть он и медный. А что еще? Что это? Шляпа? Отлично. Все, стой здесь, я пошел. Конечно, далеко бежать, но... Не хочется рисковать лошадкой. Опять же, тут медведи сейчас начнутся всяческое такое. Хотя вот, по идее, сюда тебя можно было вызвать. Так, секунду, я посмотрю, друзья, я не помню просто уже, как... Как призвать коня-то? Спешится призвать кукуна на Г. Ну-ка. Так, молодец. Вот здесь и стой. Буду возвращаться. Прыгну на него туда. Так, и вот тут уже у нас начинаются веселые места, насколько я помню. От себя и фух. Ну, можно, конечно, пробежать еще чуть-чуть. Казалось бы, да, вот написано 300 метров. Что такое 300 метров? Ну, когда эти 300 метров полны волками... Вон он. По-моему, рычит где-то в другом месте, нет? Господи! Это зубр. А вон еще один. Он где? В кустах или по ту сторону? Да. Ну, явно... Нам неравнодушен. Ладно. Слушай, зато тут камни есть. Камни не возьмешь, пока не возьмешь ветку. Так. Время собирать камни. Да, анимацию волкам поменяли. Не видела я. О-о-о. Стрела. Стрела. Вы говорили, что я жадная. Столько всего. Я стрелы собираю. Я очень не люблю... Знаете, вот когда вот так вот потом высвечиваешь, и вот все вот эти вот так называемые лишние артефакты светятся в лесу. То есть... Пришел в лес, нагадил, убери за собой, как говорится. Вот именно поэтому я и собираю все эти стрелы и прочее. Слушай, сколько тут камней-то? Так, иди сюда, волк. Так, ну вроде все. Да? С волками у нас. А нам куда-то туда, да? Все, побежали тогда. Прямо. Прямо по бездорожью. Олень, кыш. Что мы так медленно стали бежать? Это же разве бежать? Странно. Вот это идти. А, ну да. Не ту кнопку жму. Тихо. Еще успеть надо, вечереет. А вдруг у них там опять какая-нибудь ночная охота? И это будет эпик фейл тогда, конечно. Более того, у них там несколько заданий. Итак, ребятки. Вон они там. Я знаю, где вы. В трактире крутитесь. Ага. Так, Остробот. Чем тебе помочь? Да, мне пригодилась ваша помощь. Мой дом требует ремонт. У меня нет строительного молотка. Могли бы вы раздобыть мне один? Конечно. Как дела? Подожди, а тебе что надо? Прям вот... Железно тебе не подойдет? Давай посмотрим, что ему надо. Медный молоток. Да ты обалдел. Черт. Медный молоток. Так, мне надо искать Яна. Где ваш кузнец? Кузнец, очевидно, в кузнице. Ян? Скажи мне свои товары. Медный молоток. Есть у тебя, Ян, бронзовый молоток? Деревянный молоток? Железный молоток? Медный молоток. Что делать? Придется отдавать. Так, Ян, а я тебе знаю, что за это? Вот, держи мясо. Больше тебе ничего не дам. До свидания, Ян. Ну, с другой стороны, сколько там? 36 репутаций. Неплохо. Так, у вас есть молоток? Да, держи молоток. Спасибо, 36. Так, спасибо вам большое. Разрешите благодарность научить вас нескольким строительным хитростям. Ты, сыночек, еще кого? Яйца, курица учит. Так, и у нас еще есть Ингрида. Ингрида? Надо же. Так. Ну что, Ингрида, тебе чем помочь? Последнее время много опасных животных были замечены ночью возле нашей деревни. Наши люди не на шутку начинают волноваться. Скажите, сможете ли вы поубавить их по голове? Взамен найдется несколько монет. Да, я сделаю это. Черт возьми. Я волков-то уже перебила. Ночная охота. Да, друзья, это ночная охота. Это такой довольно муторный квест, потому что надо найти какое-то невменяемое количество животных именно ночью. Если, конечно, ничего не исправили. Давайте почитаем. Дождитесь следующего вечера. 30 репутаций династии нам дадут. Монету и железное копье. Ну, в принципе, кроме репутации династии, нам-то уже особо-то ничего и не надо. Но, увы, придется ждать следующего вечера. Совершенно непонятно, что они подразумевают под вечером. Так, а давай-ка мы заодно посмотрим, что у нас тут есть из людей. Может быть... О, Репин прочитала я. Но, вообще-то, он Пепин. У тебя тоже дипломатия тройка? Пепин, может, ты не такой строптивый, как Игорь? Так, у тебя двойка дипломатия. Ламберт. Ламберт у нас не работник. Не работник или работник. У меня просто не хватает сил посмотреть на Ламберта поближе. Нет, Ламберт не работник. Слушай, Пепин. 19 лет. Ой, не, Пепин, я не могу. Хотя давай, если спрошу тебя на всякий случай. Слышал, вы укрепляете свою репутацию. Продолжайте в том же духе. Я, возможно, рассмотрю ваше предложение. Понятно. В общем, все кладовщики, спесивые товарищи, выходить не хотят. Не хотят просто так идти к нам. Не хотят. Так, ну что ж, друзья мои. Тогда делаем следующее. Давайте тогда мы с вами здесь, наверное, и попрощаемся. Потому что ждать вечера. И дождемся ли мы вечера. И сделаем ли мы этот квест. Я не знаю. А, далекая, далекая Хорниса. Еще раз, сколько кого там надо? Кого им надо там? А, так еще и неизвестно, сколько зверей. Надо просто дождаться вечера, а там нам скажут. Но дело в том, что мы дождемся с вами вечера, а у нас будет смена времен года. И поэтому, с одной стороны, хорошо нас портанет домой. Но, с другой стороны, не очень. Потому что мы можем не успеть сделать этот квест. Но, в любом случае, успеем мы или не успеем, мы с вами увидим уже в следующей серии. А в этой, позвольте с вами распрощаться. Кстати, сделали анимацию облаков. Посмотрите, они теперь движутся. Они плывут. Красотища. Все, друзья. Еще раз всем огромное спасибо. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok